идеальный тягач который не будет вас сдерживать на дороге это какой-то тяжелый минивэн либо тяжелый универсал либо джип далее расскажу вам почему собственно так и так это будет по одной простой причине качество дорог наших дорог наиболее большие проблемы наступают тогда когда вы двигаетесь по дороге не идеально гладкой а имеющей вот такие вот рельефные различные изгибели как-то лежачие полицейские либо различное наслоение асфальта бывает так что дорога и ровная но имеет такие как сказать волны и вот когда вы наезжаете тягачом вот вы сюда наехали тягачом у вас здесь сзади давайте нарисую машинку от а уазы сзади еще болтается прицеп вы наехали и у вас здесь вот начинают идти различные изгибающие моменты и самая большая проблема начинается когда вот все это переваливается через этот горбыль то есть эту сцепку начинает ломать вот так и вы ощущаете на естественно на кузове автомобиля что у вас вот идет вот это вот волнообразное движение конечно чем у вас тягач крепче чем он массивнее мускулистей тем лучше самая большая проблема начинается тогда когда масса тягача и масса прицепа близки то есть грубо говоря тягач 1800 прицеп 1300 вот это самые стрёмные сцепки и их на вот этих волнах они у нас на мостах съезд заезд на каждом лежачем полицейском такая ситуация да просто при движении на обычных дорогах я часто встречал даже у нас в беларуси такие вот горбыли и когда ты едешь и наезжаешь ты понимаешь что вот ты просто сейчас на взлет пойдешь и далее что я заметил своего опыта вот чем дальше ты отъезжаешь от как говорится страны с красным флагом то есть выезжаешь за обрез сцепка становится все тише 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 и когда выезжаешь на идеально ровную дорогу то ты можешь тянуть свой прицеп даже маленьким автомобильчиком нету вот этих всех изгибающих моментов нету тряски и наши европейские коллеги могут тягать прицеп вполне себе фольксваген гольфом запросто у нас же я скажу так ну вы останетесь недовольны никто вам этого не скажет с ума на форумах все будут говорить да нормально я тягаю вот там таким-то тягачом фигня это все фигня блин ребята тягать вот запомните вот пока я не достиг такого вот соотношения моем случае даже было больше у меня было два триста и тона на хвосте то есть три триста потом было у меня три 500 был тягач 2 500 и тона прицеп вот на последнем сочетании до 2 300 и тона 2 500 и тона я поехал более-менее уверенно тут еще важен вопрос такой а какой же расход топлива все спрашивают расход с прицепом в любом случае в любом какие бы сладкие песни вам не говорили а есть такие шпаки на форумах которые гадаю у меня там на полгитра берет больше вранье это полное вранье ваш расход будет минимум на 15 процентов больше вот а если у вас такой тяжелый джип знаете он еще 4 на 4 готовьтесь к расходу где-то примерно 20 25 процентов больше особенно расход возрастает на бензиновых тягачах если дизели еще таки с большим объемом около 3 литров они хорошо тянут именно моментом вытягивают в этом плане конечно же хорошо дело обстоит с автодомом если он особенно не имеет алькова такой вот динамическую форму у него нет этого большого носа то как правило расход будет равен расходу обычного буса и вы легко впишетесь в 10 литров при движении со своим автодомом это вот один неоспоримый плюс второй же вот еще плюс какой есть при движении автодомов это вот отсутствие вот этого козления тягач как в тягаче и в случае движения с тягачем и прицепом вот в этом плане я для себя здесь поставил большой плюс это движение по дорогам это расход топлива и так движение по дорогам расход топлива второй плюс и третий плюс я бы вот здесь поставил знаете какой это собственно сама маневренность вот рассмотрел бы такого просто маневренность тягача и прицепа и маневренность одиночного кемпера конечно маневренность одиночного кемпера автодома она намного выше и управлять удобнее особенно если где-то вы столкнулись с таким моментом что нужно дать задний ход с караваном это просто коллапс у меня часто бывали случаи такие что я собирался выезжать рано утром на границу ставил свой тягач с караваном на выезде из двора вроде бы как мне казалось знаете так чтобы меня никто не мог подпереть я выехал рано утром и уехал выходишь обязательно какой-нибудь шпак станет так вот тебе прямо нос в нос и зажмет тебя я не знаю это такой менталитет у людей или что вот им понимаете такое ощущение что ты сделать такую пакость составляет большую радость и естественно ты не выезжаешь на утром приезжаешь уже потом на границу опа там очередь вот это мне страшно не нравилось поэтому я в этом плане маневренности я поставлю здесь минус на этой сцепке тягача и караван да это кстати я поставлю здесь минус за то что вот за вот это вот козление на дорогах плохих и поставлю минус за общую маневренность именно в труднодоступных местах и еще один существенный минус здесь почему я допустим не хочу больше иметь караван это то что это то что караван заметен на дороге в каком плане он заметен знаете может быть бы если бы мы жили где-то более развитом каком-то обществе где таких вот авто туристов как мы много это бы не вызывало такой знаете бешеный какой-то интерес часто вот едешь и видишь тебе какой-то дятел повисает на хвосте и вот он тебя просто рассматривать ему да интересно но он не понимает что как сказать ты являешься крупногабаритный такой единицей потом начинают тебя обгонять смотреть как-то сбоку на тебя вот и ты понимаешь что если что ты его просто этим прицепом сейчас ударишь просто этого движущегося и пяющегося на себя чувака если малейшая какая-то вильнет прицеп на скользкой дороге ты его просто сбросишь этого перца часто бывали такие ситуации что подрезают но подрезаю знаете не то чтобы как бы нахально а просто по незнанию тому что теперь случае чего нужно больше времени для того чтобы оттормозиться тебе нужно больше времени для того чтобы этот караван остановился тебе с караваном тяжелее где-то вырулить и вот они ты едешь и они перестраиваются прямо перед тобой не очень такие знаете приятное ощущение это наверное связано с какой-то общей культурой вождения в нашем обществе ну опять же да отнесу так вот все к уже поставленному минусу по маневренности и вот третий минус который бы я поставил в парке тягач прицеп это его заметность заметность как на дороге так и на стоянке часто было такое у меня что вот ну людям интересно интересно и они идут просто и тычут тебя пальцем на вот такая вот такая вот причина когда дети кричат ой мама мама смотри это домик там кто-то живет не знаю почему но мне не сказать то что то понимаете страшно это просто как сказать неприятно что ты вот не можешь спокойно как-то остановиться а вот в нашем обществе таких людей мало и ты выделяешься и в тебя тычут пальцем вот такая вот привлекательность поэтому я сейчас хочу свой автодомик делать максимально похожим на обычный грузовой буст чтобы случае стоянки каких-то людных местах я выглядел как обычный все я у торговый буст мы зашли туда внутри все мы не отличаемся поэтому у меня будет минимум окон и буду стараться делать минимум каких-то дополнительных выделяющих меня из потока прибамбасов